Привет Федосеева! Косточки каких-то априкосов оказались белого цвета. Ой, господи, у меня сейчас лежит их несколько десятков. Я сам удивился. А самое интересное, что они утонули, а когда я парочку расколол, они оказались полноценно. А два человека у меня их заказали. Есть такие люди, извините за показ, вроде меня. Я так полушудя говорю. Я правда немножко это. И тогда получается, что если мне их не купят, они у меня сухие лежат. Я их три дня помочу, посажу. Мне интересно, они живые или нет. А как я проверю? Я их не стал статифицировать. А как 20 человека купило, по 10, по 20, а ещё осталось 2-3. Они так сухие, валяются просто забытые. И получается, что я не могу сказать, в каком сорте косточки. Ну не помню. Но я помню, что они крупные. Данил. Он заявляет, что южная сорта не вымерзает и вызревает, если привык высоко в крону. В общем, смотрите. Вот этот человек, допустим, может быть мне вот так сделать. Смотрите. Я же не могу сейчас. Вы представляете, я сейчас полезу в чужой канал, я буду разбирать этот случай. Мой ответ чисто, как называется, он у меня уже стал на уровне рефлексов. Чисто инстинктивно. Не верю. Высоко в кроне, третий этаж, высоко на ветрах, куда труднее добираться в шоку. И вдруг не вымерзает южный сорт сказки. Допустим, надо смотреть, где он живёт. Вот. Я с ним не согласен. Но я сейчас взял вот так вот, да. И опять попал в эту лекцию. Где-то мы тут остановились. Правда, я тут всё передёргал, дёргал, 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 всё попередёргал. Вот. Я хочу скопировать здесь вот. Вот после этой милой девочки. Дёргал, это Илья Матвеевна, одна из моих дочек духовных, да, умница. Вот. Видите? Я потом открою его. Вот это вот. Сейчас сделаю так, чтобы заметнее было. Вот так. И, может быть, потом я ещё как-то... И вы же ко мне обратились за советом. Согласны? Ко мне. Посмотрим. Открою. Между вебинарами. А там видно будет. Смотрим дальше. Я как-то среагировал. Кто брал черенки на сайте Мичуринский сад? Это не ко мне вопрос. Я не брал. Без пересорта. Какое качество? Тоже. Отвечайте, кто это? Кто курси? Привил ргу на крупноплодную яблоню. Ё-о-о-о! Зелёными яблоками. Какие будут плоды, если посеять семена с того прямого? Попробую яблоню опылить плоды. Так, ну что я скажу, Данил? Вот. Если я себя считаю не совсем адекватным, то вы тоже из этой же оперы. Я ничего не имею против, что если плевить ргу на яблоню, если вы будете дальше экспериментировать. Вот. Конечно, до такого я бы не сам не додумался. Какой должен быть идеальный нож для улучшения каплировки? Да я показывал его. Сейчас, если найду. Идеальных ножей может быть несколько. Но у меня есть, допустим, здесь прививка. Сейчас я попробую быстро найти. Идеальный у меня был вот этот. Но где я сейчас такой куплюсь? Ну где? Вот такой, как в самом левом. Видите? Раз. Вот этот я сейчас только смешал с грязью. Вот этот. Еще раз. Это то, что... Ну, то я показывал сейчас в руках его держал. Это два. Еще здесь какие ножи есть сейчас. Видите, есть такие способы, которые я называю. Как не надо прививать. На кой черт студентам это все знать? Когда вы видите бечевку вместо ленты современной, вместо полипропиленового или хлорунью, вот эту вот бечевку. Имейте в виду, это столетние назад были сделаны рисунки. А по ним все еще учат. Сейчас, раз уж вы задали вопрос, должен реагировать. Сейчас покажу нож. Еще раз покажу. Вот этот нож, который мне подарил Антон Валерий Сафронов. Я его показывал живем. У меня тут недалеко где-то в ящике валяются. Но вы видели крупный план. Вот этот нож внушает доверие. Но он перестал. Он был как бы перекопщиком. Но когда цену на них подняли, он понял, что если он еще будет покупать по высокой цене, да еще свое накидывать, у него просто не будет покупать. И он отказался от этой идеи. Сейчас я быстренько найду. Я вам помню, что показывал. Вот. Ну, как можно? Ведь профессор тот, который пять часов не хватило. Он так как раз его учил бы людей и этому способу. А почему сразу нельзя вот этот крест-накрест? Вот этот просто вот. Прививка почка. Прививка окулировки. Есть еще, называется, прививка этим щитком, глазком. Просто взять, перечеркнуть и даже не читать в этих словах. Это может иметь значение, что... А вот когда-то, чтобы кто-то из студентов, став преподаватель, сказал, а вот когда-то сдуру вот так делали, и вот этот вот доктор наук пропагандировал и это, и посадку саженцев без обрезки, а в 22 веке этого уже не будет. Я надеюсь, в 21 этого не будет. Вот так вот садить без обрезки. Вот. И не делать ей страшные ямы, набитые дерьмом. И не делать, видите, не делать бортики. Вот. А еще знаете, что делают? Показать? Я не все вам показываю. Кстати, вот они, видите? Вот попробуйте не обрезать. Ужас все будет, когда урожай будет. Вот. Ай, ладно, все пропускаю. Я сейчас как-то начну в этом, чуть нескольку грязи поливать этого человека. Ладно, мне надо что? Мне надо найти... Мне надо найти нож, который я считаю идеальным. Самоделка, видите? Вот. Давили до ума, и человек прекрасно им пользуется, используя свое собственное умение. Сейчас найду, и все. И дальше пойдем. Ну как пропустить? Подлейшая вещь на свете. Гениальное изобретение. А польза от него, даже не ноль, минус. Такое дерьмовое, получается, прививки. А пропаганда идет. Идет, 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 идет этих ножей. Каждый день по всем каналам. И никто, ни один человек, кроме меня, вот это вот, ни один на всей планете не сказал, да что же вы творите-то? Ваши выставочные примеры, прививки. Это такое дерьмо, дерьмовые они. А вы пропагандируете, даже не имея ни одного случая, чтобы нормально прижилось. Ни единого. Сейчас найду этот нож, и пойдем дальше. Видите, как бывает. Вот человек, он не смотрит регулярно. Может, это как раз новичок. Я рад, что у нас лишний появился, видите. Я каждому дорожу. Каждому. 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 Химеры видели? С одной почки. В середине лета, а? Вот она, Химеры-то. Ну и что? Мне что теперь это, застрелиться, нет? А? Или меня разорваться, как обезьяне? Когда я и умный, и красивый. А? Химеры видели? Химеры видели? Химеры видели? Это за один сезон. Из нуля. Так, слушайте, да. Ладно, это. Ну, как пропускать такие федевры? Вот. Ой, вот самая ценная Химера на свете. Она дошла до полоотношения. Вставляйте. Заметьте, а почка была одна. Вместо прививки вот-вот-вот. А? А меня по морде. А меня по морде. Это я все ищу нож. Вот он. Смотрите. Вот этот нож, которым пользуется Сергей. Это есть на данный момент, я считаю, лучшим, что я держал в руках. Хотя все я знать не мог. Он стоит большие тысячи, если выписать из-за рубежа. И дай бог, если не обманут. Так, возвращаемся. Возвращаемся. Идем дальше. Итак, про нож. Сказал Лушакова. Как производить обрезку старой груши на моложении? Чего ты с вами делаешь-то? А я даже не скинул еще. Вчера я занимался. Не я обрезкой, а командовал. Профессиональный мой друг, профессиональный слесоруб, который всю сибирскую тайгу-то я его выпилил. Вот. Вот он у меня вчера делал на моложущую обрезку. Фотографии есть. Давайте до следующего вебинара. Это надо сейчас взять, достать из фотоаппарата, флешку, вставить, показывать. Ну и да и время осталось-то. 15 минут. Дальше. Таня Плетнева. А, ну, кстати, а почему не сказать в двух словах? В двух словах. Старая груша, значит, ветки по 3, по 5 метров. Оставляйте, если 5 метров, полтора метра. Вот. Не режьте никакие мелкие средние ветки. Просто берете старую грушу, для этого нужна бензопила. Жик, 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 жик. 5-6 скелетных веток. Это нижний ярус, средний ярус. Вот так вот раз. Замазали торцы масляной краской и все. На этом это несколько секунд, они несколько часов, за что с вас делают эти антиноряженские специалисты. Я так дурею, когда я вижу их работу. И расценки, расценки, да. Еще раз. Вот она, да. Вот она груша. Раз. Несколько секунд. Вы бы видели, как работает мой друг. Вот. Ну, кое-что покажу. Фотографии я делал. Идем дальше. Таня Плетнева. Доброго здоровья, душевника. Ваша пламенная речь пробирает до мороза. Обещаю, больше пилить свои деревья не буду. Я вчера пилил свои деревья. Но, это их вторая молодость. Иначе, труба. Деревья несколько предназначений. У меня маточный сад. Вот. И эти же выпечнистые грязи, что мне написали? Ах, вы сами режете, а говорите нельзя. А вот, вот эта вот самая фраза, я хотел на закуску ставить, но не успел. Вот эта фраза. В садах, где никто не подходил с секатором и не резал, я же защитник этих садов, и не резал, те же самые грибы, все то же самое, так же болеют, как им это. А вы запрещаете людям резать. Это как не знать элементарных вещей. Вы помните слова «и не хотим знать». Но если бы всё-таки вы узнали, ну, пожалуйста, поймите, уже саженец посаженный вот так вот, вот так вот, смотрите, вот так вот, не без этой обрезки. Он калека на всю жизнь об этом, и они не знают, они у меня бордые. Как же так? Вот человек взял вот такой саженец, а он же сам вырос, его никто не садил. А это по всей стране они разошлись не в виде косточек, вы ещё замучите поращивать. Именно вишни разошлись и шли с юга на север, из запада на восток вот таким путём. То есть, посадить, она тут же обрастает, тут же лес этих, вот таких вот, целый лес. И я не садил, ну, чёрт-то мне садить-то надо. Человек говорит, продайте, я сейчас продам. и осталась эта трёхлетка, они же мягко растут, и она, целая, целая не помню, но в следующий год точно засветёт. Но извините, или так, и вот именно это дерево никогда болеть не будет, пусть я его оскубил. а вот это, которому не прикоснулось, а это, из-за что поможет от этих же тимуляйцев, а именно вот это-то, и будет болеть сейчас, хватает только то, что из там 23 миллиона хозяев дачных участков, все 23 миллиона до единого, первое, не знают, что при посадке нужно вот так делать, а им голову не приходит, все 23 миллиона, и вот уже 23 миллиона с больными деревьями, раз. Ну и уж когда их научат, я в Подмосковье облазил сотни садов, сотни, все больные, все искалечены, все в парше, уж на что яблони, казалось бы, самые надёжные, все в парше, теряется как академия, весь сад знаменитый, я не знаю, как ему за это и не поваляли, все в парше, летнюю обрезку на моих глазах делали, фотографии есть, только стыдно показывать, подставлять этого доцента, который, я чуть-то не подружился, который вначале ко мне засобирался в Сибирь, а потом сказал, да, наверное, на это он лапшу вешал мне, железо, что у них там абрикосы, и, видимо, просто я не поверил. и тут вместо того, чтобы вот так вот сделать, как я учу, начинает приезжать, 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 делать светлую, якобы, теперь туда солнце будет попадать, да не нужно внутри солнца, это же вишня, идём дальше, что мы там ещё не ответили, вас пробирает дрожь, а я, как этот, чуть-чуть не кричу, у меня опять каждый раз кричу, почему спокойно, ну невозможно спокойно видеть, как у них сажают деревья, а вот люди не калечили, а у них всё равно всё больное, вот пересадка, ещё раз, не могу успокоиться, вот просто вот взять дерево, выкопать, максимально, корни максимально спасены, корневые отводки такие всегда корни, нет центрального, всё это натурально, а это и есть калечение, его не надо калечить, его тоже взять, пересадить, всё, калека на всю остальную жизнь готов, и болеть будет, и будет на нём парша, и будет на нём все виды этих грибов, на нём будет, на меня на вишнях нет ли, на череснях нет ли, у меня на абрикосах нет ли, у меня на грушах нет ли, у меня на сливах венгерках нет ли, а здесь будет всегда, потому что дерево уже пересадано, уже калека, вот она, калека, у меня в руках, если вот так взять, посадить, это калека, а так садится все все 23 миллиона датчик участка а самая грамотная потом начинают кавычка грамоты еще и осветлять его не понимаю что это крона это крыша только раз уж вынуждены пересаживать для начала приходится докалечивать или вот так делать ну что там нам осталось поговорить это постоянный слушатель так а по-моему мы до сюда дошли уже до и ручной отвечали про белый цвет костик отвечал как мог про членки смещенского сада это не ко мне вопрос я не в курсе так вы знаете о семечковых гибридах спрашивает даниил по поверье как сам не сделайте аналогичные гибриды используя иные пары даниил я первый раз слышу я не стесняюсь что этого не знаю если кивич который лучше не знать семечки в гибриды для меня не существует почему я задал уже то что есть помните черный абрикос он уже давно черный цвет потерял вы можете набрать черный абрикос и на старых старых фотографиях которым 20-30-50 лет я не буду сейчас показывать достаточно набрать фото черный абрикос и увидите несколько фотографий действительно черными плотами которые присвоили сотни 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 плода питомников на сайтах для красоты а на самом деле они продают черный абрикос а у них никогда вы не увидите когда него черный абрикос в лучшем случае они будут оранжевые как у меня это в лучшем случае а в худшем вы будете вот что иметь то есть чистый обман но представьте себе сразу переехал на 5 тысяч надо 2 на 3 тысячи до север какие черные абрикосы просто дрова которые годятся на костер нашим хотя бы там шашлык жарить вот еще и вот такие вот а я ел настоящие гибриды между сливой абрикосы они были невкусные слива вкуснее абрикос вкуснее а гибрид невкусный а мне повезло я такое дерево видел она казалась настоящим чека не обманули вот у меня где-то лежит фотография еще сделанная мыльницы да не и это так это к тарелка собратьевые абрикосы но вылитый абрикос а есть невозможно но черта не нужны а гибрид а дальше если дальше продолжать заметьте это я большая данилу продолжать семечки врачи это даже как получится обещать царапады висус это скрестили с этим самым с черемах и это называю как это называю это сама как-то шутка носит скрестить лежа сужом то же самое ну и что если они возможно начать искать это был прорыв науки показатель дальние возможности вечерин гений признаю но там где были близко рост близко родственной подчеркиваю гибриды они не давали ни морозостойкости не большие отличия по качеству и по размерам ничего особенно там где они были дальние родственные извините меня с поколений царападуса вырастите и вот перед вами или вишни или 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 самая или 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 да мне надо валяться или вишня или черемаха вот вот я коротко ответил хотя вопрос интересный мне нравится так сейчас минуточку рекомендую изучить внутри внутри циалу нашли такое вы не того я металлургами раз мне морды додо дыши металл значимый то внутри циология даже не буду смотреть что такое будьте здоровы напишите кучу книг то сидим много людей но данил я уже так понимаю минимум высшее образование у наших у вас большие планы они какие эти планы такие вот такой же грани как царапазус у мичурина другое дело нужно ли это нам простым людям я всегда чуть что я притворяюсь не дураком а этим самым самым простым человеком ветром надуло говорю я вот значит не верю что а все же не примеры приводить не буду вот вы мне рекомендуйте вы можете представить что у меня сейчас начало этим заниматься не с утра до вечера крыша или увидели все в отдельные дни по 2 по 4 фильма снимая а потом лежу в себя прихожу вот а еще думаю а как же дальше то жить ведь уже несколько дней заказов нет заказов нет а чем на детей были этих самых одевать и бывать а тут люди зависть только от заказа не только я а вы говорите напишу да кучу книг а вы деньги дадите на издание книг а их не допечатать не будет как будьте здоровы вы понятна сама можете только это самое хорошее пожелание напечатать напишите напишу у меня есть книга постулатов это одна книга на всю планету это полностью все что нужно знать а там постулаты там нет воды там сотни постулатов это специально чтобы люди изучали в академиях и книгу надо издавать видео учебника вот вам посоветовать данил вы мне там миллион рублей ну хорошо ладно там 200 тысяч 300 уже можно тысячу книги за если вы 200 300 тысяч пришлось но это же издевательство звучит напишите кучу книг они написаны